В эфире Вести Чукотка в студии работает Анастасия Матросова. Здравствуйте и в ближайшее время о главных событиях в округе. Депутаты Окружной Думы проголосовали за бюджет Чукотки на ближайшие три года. Он прошел процедуру обсуждения на публичных слушаниях, доработку и в итоге экспертизу Окружной счетной палаты. Каким стал главный финансовый документ узнала Вероника Токмачева. На какие средства жить в ближайшую трехлетку и как их тратить определили на Чукотке. Депутаты Окружной Думы проголосовали за представленный правительством бюджет. Доходы чукотской казны в 2022 году запланированы в объеме 39 миллиардов 700 миллионов рублей. Они сформированы исходя из налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений, в том числе федеральных субсидий. Проектом учтены в том числе и новые виды субсидий. Это субсидия на строительство школы в городе Анадыре, субсидия на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев, на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в арктической зоне, на реализацию программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, осуществляемой в арктической зоне. Учтены в бюджете расходы на инфраструктурные проекты строительства автодороги «Колыма-Анадырь», капитальный ремонт трассы «Пивек» «Опапельгин-Янранай», автодороги и воздушные линии электропередач в Беринговском, а также на возведение социальных объектов. Законопроектом на 2022 год предусмотрено финансирование 33 региональных проектов. Планируемые объемы ассигнования на реализацию региональных проектов должны обеспечить достижение целей, предусмотренных соответствующими национальными проектами при условии своевременной и эффективной использования бюджетных средств. Расходы окружного бюджета в максимальных объемах планируются на развитие национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и на социальную политику. Законопроектом в том числе предусмотрено повышение заработной платы бюджетников и индексация на 4% отдельных мер соцподдержки. Увеличение расходов на оплату труда работников бюджетных организаций в общей сумме 693,5 млн. рублей с учетом сохранения целевых показателей, установленных указом президента, увеличение с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда, а также индексации окладов с 1 октября 2022 года на 4%. В окружном бюджете на 22 января на период 2023-2024 годов запланировано безусловное выполнение публичных нормативных обязательств и обязательств по государственной поддержке семьи и детей. Добавим, что расходы Чукотки в будущем году составят 41 млрд 400 млн. рублей. В первый год трехлетки бюджет составлен с дефицитом, в последующие годы – с профицитом. В ходе сессии депутаты также утвердили увеличение компенсационных и стимулирующих доплат работников дошкольного и дополнительного образования. Таким образом, ликвидируется дисбаланс, возникший в заработной плате после введения федеральной доплаты учителям за классное руководство. Вводятся компенсационные выплаты для новой должности в системе образования ассистента-помощника по оказанию технической помощи инвалидам. Внесены изменения в систему оплаты труда работников государственных ветеринарных учреждений. В частности, для них предусмотрено увеличение фонда компенсационных и стимулирующих выплат с 4 до 5 окладов в год в целях стимулирования работников, занимающихся лечением, вакцинацией и мечением бездомных собак.